Добрый день, коллеги. Меня зовут Сергей Востриков. Я руковожу направлением маркетплейсов в компании 1SBitrix. Если вы уже являетесь разработчиком тиражных решений для наших продуктов или подумываете об этом, то мой доклад, я надеюсь, окажется для вас полезным. Начну я, пожалуй, с маркетплейс для 1SBitrix управления сайтом. И для тех из вас, кто не очень хорошо знает про эту нашу торговую площадку, я постараюсь дать небольшую вводную. Прежде всего, что из себя представляет маркетплейс? Это фактически интернет-магазин готовых решений для нашей платформы 1SBitrix управления сайтом в виде дополнительных модулей или даже готовых сайтов, которые разворачиваются на базе управления сайтом. Как вы видите на скриншоте, потенциальные покупатели видят каталог решений, разбитый по категориям, могут воспользоваться поиском, отобрать решения по стандартным блокам вроде новинок, топ списков платных и бесплатных решений и т.д. Мы даем пользователям возможность для первоначального подбора решений, для чего они могут указать редакцию управления сайтом, ограничить стоимость и прочее. Далее потенциальные покупатели просматривают подробную информацию о конкретном решении, со скриншотами, описанием функционала. Мы также показываем на этой странице другие решения этого разработчика, чтобы помочь продавать бандлы, а также формируем блок с другими рекомендуемыми модулями на основании собственного сервиса рекомендаций. В общем-то все очень просто и понятно для любого посетителя. Мы постарались максимально упростить процедуру получения клиентом приобретенных решений. Фактически клиент получает электронный купон и заходя в административный раздел своего сайта указывает купон через нашу систему сайт апдейт, решение автоматически скачивается прямо на сайт клиента. Видео, конечно же, слегка ускорена, загрузка не всегда происходит так живо. Будем честны, но самое главное, как я уже сказал, этот процесс полностью автоматизирован и не требует участия технических специалистов со стороны клиента. Далее процесс установки зависит от разработчика конкретного решения. На видео сейчас происходит демонстрация рекомендуемого подхода мастера установки на примере одного из решений Marketplace. Пользователь, запустивший мастер, указал ряд параметров, которые описаны в решении, выбрал визуальное представление. Сейчас мастер формирует демо данные. После завершения работы мастера мы увидим, что наш сайт полностью изменился. У него другой дизайн, другое наполнение. Вот оно, собственно, наше готовое решение, которое разворачивает сам клиент и далее он уже начинает с ним работать на уровне изменения контента. О востребованности готовых решений рынком говорят результаты Marketplace. Возьмем картинку за 2016 год. К моменту подготовки этого доклада в каталоге решений насчитывалось уже 2762 продукта, а общее количество установок этих модулей дошло почти до миллиона. Выручка площадки превысила 56 миллионов рублей. Повторюсь, речь идет о результатах с начала 2016 года до момента подготовки этого доклада. Пора погрузиться в подробности, которые помогут нам с вами понять, как лучше всего зарабатывать на готовых решениях Marketplace. Начнем с топ-10 самых успешно продаваемых решений. Если вы занимаетесь разработкой готовых модулей, то перед вами список продуктов, особенности которых вам стоит проанализировать, потому что именно они продаются лучше остальных. Если вы занимаетесь созданием сайтов и хотите снизить издержки производства, предлагая клиентам быстрый запуск на готовых решениях, то перед вами список решений, качество которых позволяет осуществлять внедрение с минимальными рисками. Со всех сторон очень полезный список. Дарю вам его, коллеги. Успех конкретных решений непосредственно связан с бизнес-стратегией его разработчиков. И здесь мы видим топ-10 наиболее успешных авторов Marketplace. У этих партнеров стоит поучиться тому, как работать с Marketplace. Если вы зайдете на сайт Marketplace, то в главном меню будет отдельный пункт со списком авторов, и там вы сможете найти всех авторов из топ-10, проанализировать их продукты, их способы подачи материалов о своих решениях и так далее. Уверен, это будет очень полезный опыт. Я, в свою очередь, при подготовке этого доклада тоже попробовал разобраться с тем, как зарабатывать на решениях Marketplace, выдвинул ряд гипотез и попробовал их проверить. Результатами этой проверки я с вами с удовольствием делюсь. Итак, гипотеза номер один. Решения из категории готовых сайтов продаются лучше всего. Предположение оказалось верным. Более 75% продаж приходится на готовые сайты. При этом готовые интернет-магазины на текущий момент продаются даже лучше, чем все прочие категории готовых сайтов вместе взятые. Заметный на общем фоне показатель у модулей, которые расширяют функционал интернет-магазинов. Чуть похуже результаты у инструментов для разработчиков, а вот прочие под категории дают довольно слабый финансовый результат. Поэтому на диаграмме они попали в сектор другие. Какой мы делаем вывод? Клиенты готовы платить и платить больше за готовый сайт с полным фаршем, а не за отдельной функцией. Гипотеза номер два. Наша партнерская сеть помогает продавать готовые решения конечным клиентам. И снова в яблочко. Партнеры не просто помогают продавать, они уже продают больше, чем конечные клиенты покупают сами. А если мы вернемся к анализу топ-авторов и посмотрим, по каким каналам продают они, то обнаружим, что в их случае почти всегда продажи через партнеров намного больше прямых. Какой мы делаем вывод? Очень простой. Чтобы быть в топе, нужно активно работать с реселлерами. Логично было бы предположить, что если сделать много решений для Marketplace, то в целом это создаст больший денежный поток. Однако анализ показывает, что даже у топов основную часть выручки приносит лишь несколько решений. Иными словами, количеством задавить не получится. Лучше сосредоточиться на нескольких самых успешных в денежном отношении продуктов. Я хочу подытожить проведенный анализ и сформулировать ряд простых принципов успеха, добавив к этому анализу рекомендации, которые следуют из моего опыта общения с разработчиками и клиентами Marketplace. Во-первых, на простых и дешевых модулях заработать много денег довольно сложно. Лучше всего разрабатывать готовые сайты, отраслевые решения, либо некие универсальные сайты-конструкторы, которые клиент без программирования сможет настроить под свои нужды. Универсальные решения хороши тем, что вам не нужно будет распыляться под разные тематики и плодить кучу одинаковых модулей для Marketplace, которые отличаются только дизайном и демонаполнением. С другой стороны, клиенты используют поиск Marketplace, чтобы искать решения под конкретную тематику. Сайт строительства, магазин обуви и т.д. Не у всех хватает квалификации понять, что необязательно искать магазин ювелирных изделий, а можно взять другой и просто заполнить его нужными данными. Поэтому стратегия создания тематических сайтов, сделанных фактически на одном движке, но отличающихся дизайном и демонаполнением, тоже может иметь место. Хотя, как вы видели в топ-10 решений, лучше продаются все-таки конструкторы. Далее идет не совсем очевидный для многих начинающих авторов Marketplace пункт, а именно отдельная служба поддержки и отдельные ресурсы, выделяемые только на разработку решений. Основная часть нашей партнерской сети по битрикс-управлению сайтом – это, так скажем, веб-студии, которые занимаются разработкой и сопровождением сайтов. Исторически именно из их числа появились авторы решений в Marketplace. И большая часть авторов продолжают зарабатывать основные деньги на разработке заказных сайтов, хотя и пытаются диверсифицировать свой бизнес, выпуская тиражные решения. К сожалению, очень часто из-за этого возникает конфликт ресурсов. Клиенты, купившие решения, обнаруживают некий баг, пишут об этом в поддержку, причем не всегда описывают проблему внятно. А поддержка разработчика не привыкла работать в таких условиях, поскольку изначально заточена на работу с конкретными, известными клиентами, заказчиками сайтов, когда прописываются ТЗ, когда известны характеристики хостинга, когда есть инструкции для конкретных пользователей на стороне клиента, и вообще уже сложились отношения, а многие вопросы быстро решаются неформальным путем. Поддержка по тиражным решениям должна работать совсем иначе, потому что целевая аудитория совсем другая. Вторая проблема – недостаток ресурсов. Мы много раз сталкивались с тем, что разработчики в ответ на претензию об ошибках писали, что они не могут поправить это в обозримой сроке, потому что сейчас компания занимается крупным заказным проектом, и у них просто нет свободных программистов. Все это потому, что реально в стратегии компании нет направления тиражных решений. Чаще всего это был некий сайт, сделанный на заказ, который разработчик посчитал интересным для тиражирования, быстренько обернул этот сайт мастером установки и выложил в Marketplace. Коллеги, увы, но и так это уже не работает. Возможно, на первых этапах появления Marketplace это еще как-то выстреливало, но сейчас надо понимать, что вам нужно будет конкурировать с серьезными решениями, которые изначально делались в качестве тиражных продуктов. Очень важно активно работать с партнерами, которые будут перепродавать ваши продукты. Что это подразумевает? Как минимум разрешение партнерской скидки в Marketplace. Но на самом деле нужно и свою техническую поддержку затачивать на то, чтобы максимально эффективно помогать потом реселлерам, которые будут ваши продукты внедрять конечным клиентам. Надо готовить демонстрационные маркетинговые материалы для них. Надо проектировать продукты таким образом, чтобы они не требовали допрограммирования, либо наоборот, были удобно спроектированы для внесения изменений в верстку и компоненты. Это в заказном одноразовом сайте можно, хотя и не рекомендуется, придумывать какие-то хитрые технологические заморочки реализации. А в тиражном продукте все должно быть написано так, чтобы любой сертифицированный 1С-битрикс-разработчик смог бы быстро разобраться с вашим кодом. Вам нужен будет свой отдел продаж. Причем отдел продаж, ориентированный на массовые продажи, с регламентом обработки лидов, правилами проведения клиента по сделке, инструкциями по апсейл и т.д. Это в заказной разработке многие веб-студии проводят точечные продажи, которые ведут сами руководители компании. В случае с тиражными продуктами нужны отдельно специально обученные люди. Заранее подумайте и спланируйте предложения по платной поддержке для клиентов. Аудитория, которая покупает готовые сайты, скорее всего, технически недостаточно квалифицирована, чтобы грамотно следить за своим сайтом. И вы, как автор решения, можете брать на себя технические вопросы поддержки, зарабатывая на типовых услугах. И для этого отдела продаж вам нужно заранее разрабатывать готовые пакеты дополнительных услуг, которые вы будете предлагать своим клиентам и партнерам. Еще раз скажу, и партнерам. Вы должны им помогать продавать ваши продукты. Но это вполне может быть и платная помощь, если речь идет о каких-то дополнительных услугах, которые облегчат им жизнь и при этом не нанесут ущерба кошельку. Посмотрите на хороший пример от компании Аспро. Это универсальный интернет-магазин, который без проблем позволяет подогнать внешний вид под нужные фирменные цвета компании. Функционал магазина достаточно развит, чтобы отвечать современным ожиданиям. Помимо части с каталогом товаров, решение включает в себя целый ряд дополнительных разделов. И все это сделано с использованием возможностей платформы, быстро разворачивается при помощи мастера установки и позволяет клиентам очень быстро запустить их сайт. А именно это и требуется в большинстве случаев. Быстрый и относительно незатратный старт нового направления бизнеса, чтобы оценить, насколько хорошо оно пойдет и дальше уже принимать осознанные решения о доработке, переделке, заказной разработке и так далее. Кстати, есть еще один положительный момент в создании сложных готовых сайтов. Идеи, как известно, не патентуются. Иными словами, если вы вдруг придумали простой и полезный функционал, реализовали его, и он хорошо продается, то через некоторое время обязательно появится аналог этого решения, сделанный другими разработчиками. И это даже не будет плагиатом. Потому что код будет другой, а то, что пользовательские сценарии в итоге окажутся похожими, ничего не изменит, кроме того, что вы получите демпингующего конкурента. В итоге они много денег не заработают, и ваши продажи упадут. И это реальность, с которой придется иметь дело. И именно так это работает во всем секторе тиражного ПО. Посмотрите, сколько одинаковых программ для просмотра фотографий торчит на всяких файлопомойках. Это закон жанра. Всегда есть кто-то, кто попробует повторить успех некого продукта. И Marketplace 1S Bittrex тут не исключение. Поэтому, коллеги, делайте сложные решения просто для того, чтобы у других, так скажем, стихийных разработчиков, не хватало ресурсов на создание аналога. Сложность интеллектуальной собственности, лучшая защита, из перечня рекомендаций для успеха автоматически следует перечень того, что не надо делать. Как я уже говорил, простые модули за 3 копейки, эти 3 копейки и принесут. А если умудряться принести 10 копеек, то скоро появится кулон, который убьет все продажи. Есть кейс успешных модулей, которые не являются готовыми сайтами, а решают одну сервисную задачу. В частности, модуль от компании Mibok, генерирующий версию сайта для слабовидящих. Но это редкое исключение, и на самом деле, несмотря на атомарность его функционала, это не простенький продукт, и он реально нужен для заметного куска рынка. Как я уже говорил, вы не сможете продавать много, если не готовы выделить ресурсы на поддержку и разработку, связанные только и исключительно только с тиражными решениями. Это должно быть отдельное направление деятельности вашей компании. Если у вас в приоритете заказные разработки и ресурсы в первую очередь выделяются туда, то ваши продажи на Marketplace будут соответствующими низкими. Необходимо стратегическое решение на уровне бизнеса. Мы идем в тиражное решение. Мы готовы к таким-то затратам, мы будем развивать это направление, мы понимаем, как мы хотим на этом заработать. Если у вас не будет стратегии продаж и стратегии продвижения своих продуктов, как среди клиентов, так и среди партнеров, то ничего ощутимого заработать не получится. И это совсем иные процессы, нежели заказная разработка. Другой маркетинг, другие продажи. Имейте, пожалуйста, это в виду. И нельзя забывать про партнеров. Они ближе к конечным клиентам, чем вы. Они будут продавать вас, и поэтому вы должны с ними дружить. На любой продаже, которую они сделают, вы можете заработать. И вы точно не заработаете ничего на партнерских продажах, которых не случилось. Лучше заработать мало на конкретной сделке, чем не заработать вообще ничего. Соответственно, процессы надо продумать так, чтобы сделок было много. Я рекомендую почитать регламентирующие и технические документы по Marketplace по указанной ссылке. Там есть требования к оформлению, правила публикации, техническая документация по модулям и так далее. Если вы еще не разрабатывали тиражные решения для Marketplace, то вам срочно туда. Если уже разрабатывали, то вам нужно туда, чтобы проверить обновление правил публикации. А мы переходим к приложениям 24, нашей площадке решений для Bitrix24. Эта торговая площадка тоже представляет собой каталог решений с выбором приложений по категориям и возможностью фильтрации по цене и количеству установок. На детальной странице приложения выводится описание со скриншотами и кнопками для установки или покупки приложения. Есть также блок со списком прочих приложений разработчика, чье решение сейчас просматривает посетитель каталога приложения 24. Установка приложения в Bitrix24 еще проще, чем в Marketplace Bitrix управления сайтом. Пользователь указывает адрес своего портала, дает приложению права на доступ к определенным данным своего Bitrix24 и, собственно, чаще всего на этом установка и заканчивается. Как вы видите на примере приложения от ProfitBase, сразу после установки пользователю можно показывать демо данные для демонстрации возможностей продукта. А главное, приложение уже может взаимодействовать с Bitrix24. В частности, мы видим на видео, как пользователь привязывает квартиру к сделке CRM в Bitrix24. Приложение 24 пока еще молодой проект, но развивается он стремительно. Мы недавно переделали счетчик установок, чтобы знать не просто количество попыток установки приложений, но учитывать установки только на активных Bitrix24. И к текущему моменту мы с вами видим, что пользователи Bitrix24 устанавливали приложения более полумиллиона раз. Всего в каталоге опубликовано 257 решений и почти 2000 решений, не выставлены в публичный каталог, но используются на конкретных Bitrix24. Выручка с начала 2016 года к моменту подготовки доклада составила более 3 миллионов рублей, при том, что подавляющее большинство приложений пока что составляют бесплатные продукты, авторы которых монетизируют свои разработки косвенными путями. Давайте посмотрим, кто есть кто в приложениях 24, чтобы попробовать понять критерии успеха. Вы видите топ-10 платных решений, которые рекомендуется поставить себе и изучить. Именно за такие решения пользователи Bitrix24 сейчас отдают свои деньги. Для понимания ситуации необходимо знать и топ-10 авторов приложений, которые наиболее успешно работают с Bitrix24. Если сравнить его с топ-решений, то, как и в случае с Marketplace для управления сайтом, понятно, что основную выручку каждой из указанных компаний приносит очень небольшое количество их наиболее успешных продуктов. Пора переходить к гипотезам. Их будет не так много в силу молодости площадки. Мы пока еще не накопили серьезную статистику, но кое-какие выводы сделать уже можно. Итак, первое предположение. Решения, расширяющие и использующие функционал CRM и задач в Bitrix24, продаются лучше. Так и есть. На этой диаграмме картина даже несколько размазана. Категории с документами и бизнес-процессами чаще всего дублируют привязку к CRM и задачам. Так что доля таких приложений еще больше, чем видно по чистым секторам. Собственно, картина полностью совпадает с внутренней статистикой по использованию инструментов в Bitrix24. Чаще всего пользователи работают именно с CRM и задачами. И приложения, которые этот функционал расширяют, являются самыми востребованными. Гипотеза номер два. Поскольку пользователи Bitrix24 являются чаще всего юридическими лицами, то им проще покупать длинные периоды использования приложений, избегая лишних бумажных заморочек с бухгалтерским оформлением платежей на всякие мелкие суммы. Однако, по факту, это не так. Даже дешевые приложения предпочитают покупать на меньший срок, а потом просто продлять. Вполне возможно, что на это решение влияет отсутствие скидки на длинные периоды. Хотя статистика самого Bitrix24 эту гипотезу тоже не очень подтверждает. Попробую рассказать нашу точку зрения на то, какие решения лучше всего будут продаваться в приложениях 24, помимо использования CRM и задач. Во-первых, функционал приложения должен быть востребован широким кругом потенциальных покупателей. Изначально закладываться на узкий сценарий не стоит. Либо это должен быть очень серьезное отраслевое решение на базе Bitrix24, которое полностью закроет потребности конкретного специфического сектора рынка. Такое решение можно будет продавать дороже, компенсируя ограниченное количество потенциальных клиентов. Если же говорить о простой идее для всех, то вы должны изначально фильтровать только те идеи, которые действительно будут понятны клиентам сами по себе. Это ключевой момент. Вы не можете заниматься внедрением своего приложения для каждого отдельно взятого клиента. Приложение должно внедряться само. Если идея сложновата, если интерфейс требует реального обучения пользователей, то это вряд ли выстрелит. Интерфейс вообще очень важная тема для тиражных продуктов, ориентированных на рядовых пользователей. Поскольку пока еще большинство авторов приложений 24 – это те же самые наши партнеры по разработке сайтов, то их опыт проектирования интерфейсов не для сайтов, в общем-то, довольно мал. И чаще функциональности явно превалируют над юзабилити. Занимаясь проверкой приложений перед публикацией, я частенько сталкиваюсь с вопросом, а куда жать-то, чтобы оно заработало? Заморочек с интерфейсом у вас будет много, готовьтесь к этому. Это необходимая и довольно значительная часть затрат на разработку. Вследствие этого же принципа, процедура установки и настройки приложения должны быть максимально прозрачны. Если что-то можно сделать за пользователя автоматически, надо это делать. Создавать поля в сервере, подсовывать подходящие задачи из списка конкретного пользователя и так далее. Отличный пример таких сценариев, сделанных в шахматке от ProfitBase, которая настраивается постепенно внутри приложения, как бы сама собой. Еще один замечательный пример – это интеграция с Unisender от компании Pinol. Вот уж где все просто и понятно. Приложение даже пользователя зарегистрирует в сервисе само, если он не имел там аккаунта до установки приложения. Поставьте, посмотрите, поучитесь, это очень хорошие примеры того, как надо делать приложение для Bittrex24. Потому что обычно, знаете, как делают? Пишут инструкцию в описании. Чтобы использовать наше приложение, вам всего лишь нужно пойти на сайт XXX, зарегистрироваться там, в настройках получить API-ключ, который потом указать в настройках приложения. Хорошо, если ссылку прямую дают на раздел настроек для получения этого чуда-ключа. Кошмар! Смотрим от обратного. Обычные ошибки разработчиков. Самая большая проблема – это идея, которая зачастую придумывается по принципу «Если годится мне, значит пригодится и остальным». Безусловно, примеров удачных идей, которые в итоге превращались в тиражные продукты, по этому принципу очень много. Но в сотни и тысячи раз больше продуктов в рамках того же принципа, которые умерли, не успев появиться. Частные сценарии, которые придуманы для одной компании, крайне редко можно натянуть на другие бизнесы, особенно массово. Это сложная штука, реально понять, действительно ли придуманный сценарий закрывает актуальную потребность пользователей или нет. Но в этом особенность тиражного софта. У вас нет конкретного заказчика, у вас есть только ваше представление о неких будущих заказчиках. Усугубляется эта проблема отсутствием навыков проектирования хороших интерфейсов. Многие разработки сейчас делаются силами одного-двух программистов, которые дизайном вообще никогда не занимались. И в результате придуманные ими интерфейсы проектируются из соображений быстроты разработки или использования каких-то готовых наработок, а не из понимания своей целевой аудитории. У меня полно примеров, когда разработчики сэкономили на времени разработки и, скажем, не делали постраничный список сделок в приложении, а вываливали все сделки одним списком. А мы проверяем приложение на больших базах по нескольку тысяч объектов, понимая, что в реальности именно столько данных в CRM у пользователей окажется. И вся эта простыня выводилась в интерфейс пользователя, чтобы он потом галочками мог какие-то сделки отметить и что-то там с ними сделать. И так далее, и тому подобное. Примеров хорошего пользовательского интерфейса пока не так много. Я даже иногда говорю, коллеги, не можете придумать интерфейс, запилите чат-ботом. Там принцип общения с пользователем другой. Не рассчитывайте, что вы сможете пообщаться с каждым потенциальным клиентом и научить его использованию своего чудесного решения. Чаще всего у вас будут сложности, чтобы просто выйти на конкретных пользователей, которые с ним пробовали работать. Большинство неудавшихся установок отваливаются молча, и вы никогда не узнаете, что именно этих людей не устроило. Приложения не должны требовать внедрения серьезного обучения, по крайней мере на текущем этапе развития каталога приложений. Еще один важный момент. Продажи сами не пойдут. Да, мы работаем над тем, чтобы создавать поток посетителей каталога приложения 24, и этот поток постоянно растет. Но если вы хотите продавать много, этого мало. Нужна проактивная позиция своего маркетинга и своих продаж. Уж как минимум все инструменты интернет-маркетинга вы должны использовать. Покупку контекста, ретаргетинг и так далее никто не отменял. Рано или поздно придется строить свой отдел продаж, учиться работать с реселлерами, продумывать партнерские схемы с успешными внедренцами BDX24 и так далее. Подлежащий камень сами знаете. Посмотрите на то, как работают разработчики в App Store. Самые успешные из них не ждут, что Apple принесет им клиентов на блюдечки. И не забывайте про технические компетенции. Приложение для BDX24 это SaaS. Вы должны быть готовы к нагрузке на свои сервера и должны понимать, что любые тормоза тут же скажутся сразу на всех клиентах. Поэтому умение разрабатывать высоконагрузочные проекты и управлять серверами становится одной из ключевых компетенций. Возможно, я вас несколько напугал сложностями, поэтому хочу компенсировать их и рассказать о преимуществах, которые дает разработка приложений для BDX24. Потому что на самом деле они реально стоят того, чтобы помучаться и освоить новые направления. Во-первых, рынок BDX24 по определению больше, чем рынок для тиражных решений на платформе управления сайтом. Автоматизация разных аспектов деятельности нужна намного большему количеству бизнесов, чем сайты или интернет-магазины. Точнее, даже на порядке большему количеству. Во-вторых, этот рынок все еще активно растет. Мы это видим по динамике самого BDX24, а значит, мы эту быстро растущую аудиторию готовим для вас. Да экспериментировать с новыми продуктами проще на растущем рынке, поскольку он прощает многие ошибки, и конкуренция пока не так сильна, чтобы сильно влиять на стоимость привлечения новых клиентов. Для небольших компаний-разработчиков это серьезный плюс. Важно также понимать, что клиенты, которые купили ваше приложение и пользовались им некоторый срок, скорее всего, уже не перейдут на другое решение, поскольку с каждой новой партией данных внутри приложения им все сложнее и дороже будет перенести накопленное добро куда-то еще. Допустим, сейчас кто-то напишет аналог конструктора документов. И что? Если компания пользовалась конструктором два года, там накопился просто вагон документов, и чтобы их перенести, это надо заново переделывать все шаблоны, и не факт, что получится один в один. Надо как-то умудриться не сбить нумерацию и так далее. Это все довольно трудно для любой компании, поэтому они будут, как те мыши, колоться, плакать, но продолжать жрать кактус. Для вас это означает, что выручка будет постоянно расти, если вы, конечно, не будете делать совсем уж глупых вещей с развитием продукта и поддержкой его в работоспособном состоянии. Из этого также следует простой вывод. Вам намного легче будет прогнозировать поступление денежных средств от ваших клиентов. Если продажи лицензии могут зависеть от сезонности или каких-то еще факторов, то в случае САС существующие клиенты будут платить стабильно, и это та денежная масса, на которую вы можете рассчитывать. Для бизнеса это крайне удобная позиция. И немаловажный момент заключается в том, что ваше приложение не поставляется в физических копиях, в отличие от модулей Marketplace управления сайтом. Там вам приходится иметь дело с разными хостингами, разными версиями Bitrix управления сайтом, разными настройками, ошибками в чужих шаблонах, кривыми руками других разработчиков и так далее. С приложениями для Bitrix24 все в ваших руках. Вы управляете серверами, вы имеете доступ к своим же базам данных, код один на всех клиентов, и вы можете создавать необходимые вам средства отладки и мониторинга проблем. Лепота! Иногда, конечно, хочется по привычке административный доступ к порталам пользователей, но на самом деле при правильном подходе к отладке на стороне приложения это все не так часто надо. В общем и целом, коллеги, разработка приложений для Bitrix24 имеет очень привлекательный финансовый потенциал. Где еще есть потенциальные возможности монетизации? Ну, например, можно заключить партнерские соглашения с какими-то внешними сервисами, интегрировать их в Bitrix24 и получать комиссию за новых пользователей сервисов, пришедших через эту интеграцию. Вполне возможно даже получать комиссию с платежи этих пользователей сервисов при использовании ваших интеграций. Можно выпускать бесплатные приложения, которые будут лидогенераторами для вас и продавать этой аудитории дополнительные услуги. Причем это не обязательно связано с техническими услугами. Например, можно заниматься обучением, сделать приложение с бесплатными базовыми материалами и через него же продавать уже платные курсы. Широкое поле возможностей. Если же ваши компетенции все-таки лежат в технической области, то можно идти в сторону заказной разработки приложений для Bitrix24 и эта история, в общем-то, очень похожа на разработку сайтов. Конкретный заказчик, согласование технического задания, соответствующие бюджеты. В этом случае каталог приложений 24 стоит рассматривать как рекламную площадку для создания себе экспертного имиджа. Помните цифру в 1800 с лишним решением вне каталога? Вот это как раз об этом. Частные разработки под конкретные кейсы, не нуждающиеся в тиражировании. Я очень надеюсь, что дал вам пищу для размышлений относительно интересного направления этих разных решений и снова рекомендую зайти по указанной ссылке. Там вы сможете найти учебные материалы по разработке приложений для Bitrix24, включая экспресс-видеокурс. Там же вы сможете ознакомиться с требованиями по оформлению приложений и правилами публикации, следуя которым можно максимально быстро проходить модерацию. На этом все, коллеги. Счастливо!